Добрый день, уважаемые журналисты! Эту пресс-конференцию я начинаю на русском языке, чтобы аудитория российская, российские зрители смогли понять, о чем мы говорим. Сегодня в пресс-центре агентства «Интерфакс Украина» разведчики российской армии. Пожалуйста, можете начинать, кто у вас первый. Как вы планировали? Помогать вопросами или вы справитесь? Справимся. Молодцы. Я Галкин Сергей Алексеевич, 19.05.87 года рождения. Родился в Саратовской области, город Балакова. Проживаю в Самарской области, поселок городского типа Рощинский. В 2013 году я поступил на военную службу по контракту в 15-й отделе мотострелковой бригады. Также в этом поселке городского типа она дислоцируется. Дислоцируется в этом поселке городского типа также 30-я отдела мотострелковой бригады. 1 февраля бригада в полном составе совершила марш на станцию погрузки Курумыч в Самарской области, где погрузилась полностью наша техника и личный состав до 2000 человек погрузились на платформы железнодорожного транспорта и выдвинулись в Брянскую область, прибыв на станцию разгрузки Унеча. Производив разгрузку своей техники от личного состава, совершили марш, заехали брянские леса. В брянских лесах занимались своей постоянной жизнедеятельностью повседневной, где развернули лагерь палаточный. В этом же лесу, в этих же брянских лесах, как мы узнали, стояли еще бригады. Бригада помимо нашей стояла 30-я отдельная мотострелковая бригада. Она расположена также, дислоцируется в Самарской области, поселок городского типа Рощинский. 21-я бригада мотострелковая, Оренбургская область, Тотская. Также находилась в этих лесах 385-я бригада артиллерическая, 92-я бригада, которая имела на вооружении в своем тяжелой установке «Искандер». После чего, постоянно занимаясь своей жизнедеятельностью, 23-го числа бригада в полном составе переехала в «Зеленые леса». Это в Курскую область совершили марш, выехали из брянских лесов. Получается, мы передвинулись в «Зеленую рощу», которая находится уже в Курской области. Там также мы поставили палатки свои, занимались также жизнедеятельностью. Находились там порядка, может быть, трех дней, где-то примерно около трех дней мы находились. 23-го числа в 10 часов утра командир бригады, подполковник Марушкин, построив весь личный состав, где располагались позади личного состава техника всей бригады в полном составе, на общем построении довел приказ верховного главного командующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. О наступлении на Украину, захвата столицы Киева, а также защиты якобы населения от фашизма и тирании, которая присутствует в Украине. Изначально, когда мы грузились на платформы, было все обрисовано, что мы едем на учения совместные с Белоруссией и будем проводить один из этапов учений в Белоруссии. После чего начали подвозить боеприпасы, водителя-наводчики загружали боеприпасы по машинам, личный состав получал боеприпасы, боеприпасы укомплектованы, все складывалось, загружалось на машины. Личный состав дали команду командирам РОД, довели, чтобы у нас забрали полностью телефоны, документы. Извините. Забрали полностью у нас документы на военные билеты, удостоверение личности, сотовые телефоны различных моделей, различных марок, чтобы все это было укомплектовано в ящике и сложно, неизвестно где, спрятано от нас. Личный состав поинтересовался, для чего это делается. Сказали, чтобы вы не могли ничего ни сообщить никуда, ни родственникам, ничего, ничего, чтобы не было никакой, видимо, утечки информации. Старшина нашей роты, старший сержант Щеголев, принес ящик вместе с командиром роты, с капитаном Сарайкиным. Они открыли ящик, и личный состав, полностью упаковав все в пакеты, сложил все в эти ящики. Ящики они унесли, мы не знаем куда. Находились в ожидании примерно в течение, примерно в 3, в 15, в 15, в 16 часов дня, по местному времени, дали команду всем погрузиться в машины и выехать, проехать 5-6 километров на трассу, чтобы машины не увязли в этой грязи, там начало таять, все сильно таяло, болото, и чтобы бригада выехала на трассу. Все машины были укомплектованы, в полном составе выехали на трассу, 5-6 километров мы проехали и встали где-то на трассе, недалеко. Примерно в районе 11 часов ночи командир роты капитан Сарайкин построил роту около машин, раздал нам красные повязки, чтобы мы их привязали на левую ногу, левую руку. Также он нам раздал промедол, жгут перевязочный и ПП, индивидуальный перевязочный пакет. Все нам это он раздал, чтобы мы все это разложили, привязали, и он сказал отдыхать. Отдыхайте можете в машине, можете охранять свои машины на улице. Личный состав, все находились в машинах, отдыхали где-то примерно до 4 часов утра. В 4 часа утра нас подняли, все по машинам, какие-то подразделения нашей бригады уже уехали вперед. Своей ротой 15-я бригада поехала в деревню. Макс, продолжай. Бригада выдвинулась в район Теткино. Там мы остановились около 15 часов дня, встали для того, чтобы производили машину-дозаправку. Подъезжали машины-заправщики, они заправляли каждую из машин, у кого было мало топлива, у кого было побольше. Все равно всех заправляли дополна. Все равно всех заправляли дополня машины. Простояв около часа полтора-два часа по времени где-то, дали команду, что мы, выезжает первая, туда подъехала, в это же место на дорогу подъехала 21-я бригада мотострелковая, она тяжелая. У них имелись танки, у них имелась артиллерия. Подъехала 30-я бригада мотострелковая, которая также имеет на базе своей, они имеют грады, установки на базе Уралов, артиллерийского огня, залпового. Также они имеют пушки, гаубицы Д-30. Они должны были ехать вперед. Как нам сказали, 21-я бригада едет первая, 30-я за ней. 21-я бригада под своим огнем прочищает дорогу, полностью уничтожая все на своем пути. Они уехали вперед, мы выдвинулись за ними. Через часа, час-полтора наша бригада начала совершать марш. Подъехали, еще подъехали тралы. Тралы подъехали, они везли на себе, перевозили тяжелые огнеметные системы. ТОС-1 Буратино, ТОС-1-2 Сан-Ципек, также ЗРК БУК перевозили эти тралы. Приблизившись к посту, приближаясь к посту пограничному, так как первой прошла уже тяжелая бригада, мы увидели, что пост был весь разбит. Находились убитые украинские военные. Валялись украинские флаги. Это после того, как отработала 21-я тяжелая бригада. Проезжая это, мы поняли, что мы заехали на территорию Украины. Проехав немного по трассе, мы остановились на ночлег, остановили колонну. 15-я бригада остановилась. Встали, туда подтягивали стралы, которые перевозили тяжелые огнеметные системы и зенитно-ракетные комплексы. Остановились это в районе часов 9 вечера, 21 час. Сказали всем перекусить, отдохнуть, технику проверить. Тяжелые машины, они ушли вперед. Мы остались на дороге одни. Тяжелые машины ушли уже вперед. 21-я бригада тяжелая мотострелковая, 30-я бригада мотострелковая ушла вперед. 385-я бригада уехала также вперед. Остались, получается, только мы, рождав также где-то до 3 часов утра по местному времени. Наша бригада выехала, продолжила свое движение. Все рассадились по машинам и продолжали совершать марш. Пока мы совершали марш, мы наблюдали, как вперед идет шквальный огонь артиллерии. Это гаубиц тяжелых, 2 из 19. Также давали залпы эскандеры 92-й бригады. Весь шквал огня был направлен вперед на территорию Украины. Продолжая свое движение по пути следования, когда мы зашли в Черниговскую область, была Черниговская область. На табличках, конечно же, мы видели через люки машин изнутри, что мы видим, что на табличках указателей дорог, указателей знаков, мы видели украинские надписи. И один из, по пути следования, вперед, у нас сломался, нам оставили сломанный тралл. Один из траллов сломался, который перевозил тяжелую огнеметную систему. Он сломался. Командир роты капитан Сарайкин дал нам команду остаться с ним на охранении моему отделению. Сказал, чтобы мы охраняли его до тех пор, пока с нами не будет связи, пока они не приедут за нами, кто-либо не выйдет на нами связь. Пока мы находились там, стояли на дороге, к нам подъезжали. К нам подъезжали местные жители, и они нас просили уехать, чтобы мы уезжали домой, что все у них хорошо, все у них нормально, что война никакая не нужна. Никаких фашистов здесь нет. Никаких фашистов здесь нет. Угнетение народа и тому подобное, чтобы мы, ребята, возвращались домой к себе и остались в живых, чтобы никто нигде не страдал. Просто я где-то около суток. Трал так мы и не смогли починить. Он так остался сломанный. Мы в радиоэфир ночью, примерно в 2 часа ночи, мы услышали, что 15-ю отдельную подстрелковую бригаду, нашу бригаду полностью, она где-то колесила, застряла, видимо, не зная маршрутов, ничего не зная, они застряли в болотах, увязли. И они, их полностью, по радиофильму услышали, начался у них обстрел, бригаду полностью разбили. Мы приняли, у командира, с нами был командир взвода, командир взвода принял решение, чтобы, нужно отступать домой, все, мы отступаем, бросаем этот сломанный трал и едем домой. После того, как мы все услышали в радиоэфире, радиоэфир замолк, выехав, после того, как в радиоэфире все, стала тишина, мы выдвинулись от трала, трал оставили, и как он был, так он и остался. Мы выехали на восток, мы примерно поняли, с какой стороны, куда нам нужно ехать домой. Выехали мы на восток, выехали на восток и завязли в болотах. В болотах застряли, попытались БТР вытащить свой, боевая машина наша, колесная, она застряла очень сильно, масса большая, и машина увязла. Попытались мы ее вытащить лебедкой, ничего не получилось у нас. Приняли решение, машину, посвящавши командир, приняли решение, чтобы машину сжечь, машину уничтожить, сжечь тяжелое оружие, которое оно будет нас тянуть, если мы пойдем своим ходом, пешком, взять сухпайок, чтобы можно было кушать первое время, так как путь недолг был, неблизок, вернее, взяли по максимуму, чтобы покушать было в дороге. Знали единственное направление только на восток, в сторону дома, откуда было, заезжали, пересечения, откуда было пресечения границы, машину сожгли, чтобы она не досталась, военнослужащим у украинской армии и выдвинулись. Бродили мы где-то около трех-четырех дней по болотам, лесам, ночевали также под открытым небом, под елками, в лесах, прячись, чтобы нас не увидело мирное население, чтобы мы продолжали свое движение. На четвертый день мы вышли на поселок, где нас встретили мирное население, которое охраняли свои дома, свои территории. Завязалась небольшая завязалась перестрелка. Наш снайпер отделения выстрелил, завязалась перестрелка, и где командир взвода принял решение провести переговоры, так как местного населения вооруженного было очень много, и гражданские люди, командир взвода принял адекватное решение провести переговоры и поговорить сдастся в полном составе отделения, кто мы шли домой. После чего нас передали в пункт полиции, в пункт полиции передали, встретили нас хорошо, накормили, напоили нас, разместили у себя, все были к нам доброжелательны, несмотря на сложившиеся обстоятельства. После чего отвезли нас в госпиталь, посмотрели нас в медики, врачи, что у нас, есть ли какие-то повреждения, есть ли какие-то, ну, кто-то может быть болен, кто-то сильно, может быть, нужна кому-то какая-то операция, вот, а также оказание медицинских услуг. С нами всегда обращались хорошо, всегда давали покушать. Ну, когда мы находились в госпитале, мы слышали постоянно, 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 мы слышали мы слышали постоянные обстрелы тяжелой артиллерии, тяжелой артиллерии в Российской Федерации, также бомбардировали, ну, самолеты проводили свои бомбардировки, скидывали по госпиталям, по учебным заведениям, по детским садам, по медицинским учреждениям они скидывали свои бомбы, самолеты, видимо, откидав, прилетали следующие, потому что бесконечный шквал огня был, и со всего тяжелого, из тяжелых огнеметных систем, залпового огня, тяжелых артиллерийских систем, залпового огня, продолжались бесконечно, и Алексеевич, если у вас все, пожалуйста, давайте каждый представиться и скажет, в каком подразделении служил. Владимир Рассказов. Кнопку нажми. Я рассказов Владимир Васильевич, 14-го года рождения. Прохожу военную службу в городе Самара, ПГТ Рощинский. Это 15-отдельная мотострелковая бригада. В разведбатальоне 1-й разведроте. В 1-м зоде 2-е отделение. Должность моя пулеметчик, звание рядовой. Также дислоцируется рядом 30-отдельная мотострелковая бригада. Я Иковчук Александр Геннадьевич. Родился в Оренбургской области, поселок Краснохом. Проживает ТОСК-2 Оренбургская область. Прохожу военную службу по контракту там же ПЧ-98-632. Моя специальность водитель, водитель тралов. Я Блашко Сергей Вадимович. Родился 24 сентября 1998-го года. Также служу полтора года в бригаде ВЧ-9600 в 15-м мотострелковой бригаде. Моя должность была навозчик БТР. Служил я в 1-й разведроте в 1-м взводе 2-м отделении. Черник Максим Витальевич. 16 января 1984-го года рождения. Уроженец города Новокузнецк Кемеровской области. С 14-го года прохожу службу по контракту в 15-й отдельной мотострелковой бригаде миротворческих сил. По сей день занимаю должность старший разведчик 2-го отделения 1-го разведывательного взвода 1-й разведывательной роты 1-го батальона. Я Николай Денис Сергеевич 03-08-91-го года. Родился город Ульяновск. Прохожу службу ВЧ-9600 Самарской области ПГТ Рощинский на должность разведчик-гранатометчик разведывательной батальоне 1-й разведывательной роты 2-го отделения. Я Демьянов Максим Вячеславович родился 2-го февраля 1990-го года в городе Кургане. На данный момент прохожу службу также в ВЧ-9600 15-й отделенной мотострелковой бригаде миротворческих сил на должности водителя в разведывательном подразделении в перворазведывательной роте 1-м разведывательном взводе во 2-м разведывательном отделении. Пожалуйста, уточните, какие подразделения вместе с Вашим, что Вам известно, заходили захватывать Украину? Помимо 15-й отделенной мотострелковой бригады также заходили в территорию Украины 385-я бригада артиллерийская заходила 92-я бригада ракетная также заходила 21-я мотострелковая бригада тяжелая на базе своей они имеют танки Т-72 Т-80 тяжелые огнеметные системы зенитно-ракетные комплексы габучно-самоходные артиллерийские у них дивизионы также есть также помимо заходила бригада еще заходили подразделения зашли на территорию Украины у роты спецназа была дислоцирована она дислоцируется рот спецназа дислоцируется в городе Самара поселок Кряж рот спецназа ГРУ еще один вопрос о боевом пути вашей 15-й бригады кто готов рассказать 15-й бригаде я прохожу службу с 12-го года пришел служить в 12-м году первый боевой путь который на моей памяти когда я там был это когда были в Крыму первый раз заходили в Крым в 14-м году 15-я бригада заходила три батальона первый второй и третий на тот момент бригадой руководил Герасимов Виталий Васильевич был командиром бригады первым батальоном руководил Чеснов вторым подполковник Фомин и третьим подполковник Привалов конкретно что они там делали я не знаю но они зашли скорее всего они не допускали какие-то силы Украины на Крым когда вот этот переворот совершился после чего они вышли в ростовские поля побыв там несколько месяцев они зашли назад в Луганск в Краснодон вот в Краснодоне они тоже там побыли недолго вернулись ну были у них и ордена медали все ну все в орденах медалях за возвращение Крыма за доблести разные конкретно то же чем занимались я не знаю но после чего много минометчиков уволилось ну просто психологическое видать скорее всего они там тоже стреляли в людей также в 17-м году бригада ездила в Сирийско-Арабскую республику где поддерживала режим Башарда Асальда ну помогала ему в 20-м году в 20-м году бригада заходила также в Сирийско-Арабскую республику под видом военной полиции стояли на блокпостах проверяли документы ну и всех несогласных там сосортировали чтобы ну как подавляли вот эти бунты не бунты мирного народа добавить хочет что-то тогда еще один вопрос что хотите передать украинцам вашим родным в России и вашему командованию каждый кто начнет гражданам Украины я хочу сказать то что хотел извиниться перед ними то что мы зашли на их территорию в Нигли как военные преступники потому что якобы наши власти сказали то что здесь нужно спасти мирное население также хочу сказать гражданам Российской Федерации то что они бросали оружие военнослужащим покидали свои дезлокации также не шли сюда потому что здесь находится мирное население не хотят войны здесь каждый хочет мирно жить и также своему главнокомандующему хочу сказать чтобы он переставал воздействовать на Украину своим террористическим актом потому что когда мы вернемся мы станем против него я я Ковчих Александр Геннадьев хочу украинскому народу тоже сказать что мы очень извиняемся что вы ехали с войной к вам пришли убивать вас очень сильно извиняюсь с моим руководством хочу сказать что я сожалею что пошел с войной на Украину что когда я приеду домой что пойду против своей власти против Путина то что он сделал с украинским народом я Блажко Сергей Владимирович хочу сказать что мы признаем свою вину мы понимаем что мы военные преступники что мы пришли сюда с войной войну здесь никто не хотел все мирные жители здесь будут биться до конца за свою землю за свои дома мы понимаем что умирает очень много жителей мирного жителей мирное население умирает хочу сказать чтобы наше руководство перестало посылать сюда людей перестало убивать и бомбить граждан мирных граждан Украины которые ни в чем не виноваты которых просто хотели мира своему руководству хочу передать чтобы они немедленно прекратили войну чтобы они не посылали сюда людей чтобы наши родители не посылали сюда своих детей чтобы они не убивали никого я Галкин Сергей Алексеевич хочу сказать одно я прошу прощения за себя за свое отделение у каждого дома у каждого улицы у каждого гражданина Украины у стариков у женщин у детей за то что мы вторглись на эти земли я прошу большого прощения за наше вероломное вторжение своим своим свои своему руководству наших воинских частей я хотел бы сказать одно что они поступили подло они поступили по отношению к нам предательски то что так как они поступили с нами то что армия она предназначена для защиты своего государства но не для нападения на другое также хотел сказать чтобы все подразделения все российской армии все здравомыслящие складывали оружие отказывались от сведения всех боевых действий в полном составе каким бы они ни были чтобы этого не продолжалось чтобы президент российской федерации Владимир Владимирович Путин прекратил дальнейшие боевые действия прекратил бомбежку прекратил посылать сюда военнослужащих своей армии для уничтожения мирного населения детей для нанесения авиабомбовых ударов чтобы наконец наступил мир я искренне приношу свои глубочайшие извинения перед всем украинским народом хотя осознаю что на фоне всего ужаса который сейчас творится это ничто даже меньше чем капля в море я понимаю какое ужасное дело мы совершили и совершаем до сих пор что здесь мирные люди которые хотят жить работать растить выращивать хлеб заниматься сельским хозяйством что никаких тут как нам говорили фашистов или гнета народа украинского нет я очень хочу если конечно увидят сослуживцы так сказать коллеги военные одумались прислушались к нашим словам не повторяли наших ошибок сложили оружие поймите пацаны здесь нету ни фашистов никаких злодеев мы воюем против мирной нации которая жила прекрасно и жила бы еще без нас своим близким если увидят хочу передать терпение даст Бог еще увидимся ну а верховному главнокомандующему хочу сказать что долго все вот это замалчивать и претать не придется не получится точнее таких как нас вот пацанов здесь очень много рано или поздно они вернутся домой и рано или поздно у народа лопнет терпение и народ возьмется за оружие дабы свергнуть такое правительство которое своих пацанов обманным путем бросает как пушечное мясо у меня все приношу извинения украинскому народу и всем искренне приношу извинения за того то что мы вторглись в вашу страну нас просто обманули и кинули вы не обижайтесь на нас и не сердитесь что все вот так вот получилось мы правда не знали что здесь все вот так наоборот тут мирные жители мирные люди которые жили своей жизнью растили детей своему правительству я хочу сказать чтобы они прекратили эту войну бессмысленную войну для чего я не знаю непонятно для чего это все пожалуйста прекратите эту войну командующим Владимиру Путина Владимир Владимирович хочу сказать чтобы он прекратил эту войну не надо больше крови смертей все я Демьянов Максим Вячеславович искренне прошу прощения хотя за содеянное мне кажется никак не попросить такого прощения если сможете простите пожалуйста украинский народ что мы вторглись вот так нам сказали вообще по-другому что здесь здесь ну чуть ли не фашисты а на самом деле это обычные мирные жители которые просто выходят сражаться за свою землю ну нашему руководству просто нельзя так делать просто пацанов кинули как пушечное мясо в неизвестность одумайтесь и прекратите пока еще не поздно и так уже много жертв и со стороны мирного и со стороны военных ни к чему эта война хорошему не приведет она не нужна абсолютно поэтому пока есть возможность надо остановиться вопрос журналистов пожалуйста первое питание до вас первое питание до вас хорошо на русском так на русском что вы ощущали стреляя в наших мирных жителей даже когда зашли в село даже когда люди вышли вам навстречу чтобы вас остановить как это убивать у нас больше полусотни убитых детей вы не даете вывезти детей из городов вчера девочка умерла от обезвоживания не от обстрела даже а просто потому что вы не даете завести туда продукты и воду что вы ощущаете в эти моменты как убивать маленьких детей что вы чувствуете ну м м микрофон Спасибо. Это ужасно, когда происходят такие вещи, когда действительно ужасные вещи творятся. Спасибо. 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 Крис Резин, из 7-7, Австралии. Я хочу спросить, первое, кто-то здесь говорит английский? Кто-то говорит английский? Нет? Немного? Could you answer this man's question again for me in English? He's just demanded of you how you feel about being involved in this action that's killed families and children. Can you tell me how you feel in English right now? Тот же вопрос, как вы себя чувствуете, убивая детей и убивая детей? Тот же вопрос, как вы себя чувствуете, убивая детей и убивая детей? Добавляя мирных жителей. Это нечеловечно, это ужасно, бесчеловечно. Это ничтожно. Это сущий ад. В этой ситуации мы фашисты. В этой ситуации мы фашисты, получаемся. Так как гибнут мирные люди, дети, старики, нипочем. Просто так. Потому что так захотелось. Сильным мира сего. Какие будут последствия, по-вашему, обращаясь вот сейчас? Что с вами будет после этого в России, после вашей такой пресс-конференции к мировым медиа, к Путину и к людям Украины? Мы не знаем. Абсолютно не знаем. Можете ли вы рассказать при каких условиях состоялась сегодняшняя пресс-конференция? Вы сделали это добровольно или вас попросили это сделать? Добровольно. Мы сделали это добровольно для того, чтобы все увидели, что происходит на самом деле. Мы сделали это добровольно. Как ты синяки получил? Вопрос от французского телевидения. Просто по вам видно, что вы выглядите не очень хорошо, что вы или плохо ели, или у вас повреждения какие-то. Например, когда глаза повреждены. Скажите, пожалуйста, как с вами произошло? Это уже когда вы были в плену или до этого в армии? Синяки и все ранения мы получили до этого. Нам, наоборот, помогали обработать все эти синяки. Все наши болячки помогали, наоборот, обработать. Нас здесь не били, нас здесь хорошо относились. Худоба, потому что четыре дня по болотам, три-четыре дня плутали по болотам и толком еды не было. Здесь кормят нормально. В спешном порядке, когда мы покидали машину, застрявшую в болотах, была суета, и все торопились. И за это все скидывали быстро-быстро. И в итоге изматывающие три-четыре дня по болотам, конечно, мы схудали. Потому что ели только свой сухпайок. И все. Какое правило на русском стороне? Какое мы ровное состояние на российском стороне? Мы не знаем. Вы понимаете? Литва. Смотрите, я знаю, что вам давали говорить с вашими родителями дома. Как ваши мамы, родные отреагировали на то, что вы здесь. И что надо сделать, чтобы Россия прозрела? Наконец-то. Уже восемь лет. После того, как нам дали связаться с своими родственниками, родными, близкими, конечно же, они были в шоке. Они были в шоке от происходящего. Все те парни, которые находятся здесь, только такие в основном смогут подняться и доказать то, что президент Российской Федерации, ему давно пора уже, не знаю куда, свергнуть. Только те люди, кто видят по-настоящему, что происходит. Кто видит своими глазами. Кто видит своими глазами, только такие смогут что-то максимально поменять в нашем устройстве. Открыть глаза мирному населению, не затуманенные глаза. Многие украинские граждане имеют родственники или родственники в России. Многие украинские граждане имеют родственники в Украине. Может, также вы себе. Как вы решили, когда вы понимаете, что вы в Украине в Украине, что вы в войне в войне с людьми, которые действительно связаны с многими. Как вы это чувствуете сейчас? Много украинцев, у которых есть семьи и родственники в России, и много россиян, у которых есть родственники в Украине. Как вы себя почувствовали, когда вы поняли, что вы на территории Украины, и что вы проводите боевые действия на территории Украины? Когда мы оказались в Украине, мы поняли, что это сущий беспредел, так как, да, на самом деле, все равно много родственников, знакомых и близких проживают на территории Российской Федерации, и все друг с другом общаются. Здесь мирное, доброе, отзывчивое население. Это не передать словами, то, что люди, добрые, и все друг с другом общаются. Было состояние непонятного происхождения. Это ужасное ощущение осознавать, какую ошибку мы совершили. Просто и понимать, что все вот это, вот это вот теперь, чтобы исправить, исправить как-то, наладить отношения, я не знаю, что уйдет не один год, не десятилетие, а может быть столетие. Я готов сейчас сквозь землю провалиться, чтобы меня вообще не было никогда, после такого, что здесь творится. Все. Ну, боди. Вы знаете, почему украинские страны? Конечно, понимаем, потому что мы в любом случае, как и не судимые, военные преступники, и мы ими являемся, совершая такие ужасные дела. Потому, дабы этот ужас остановить, надо как-то воздействовать на правительство, на верха, чтобы все это остановилось, чтобы народ, правители одумались. Какой милый? Он, кажется, очень милый. Какой милый? 21. 23. Когда вы выстрелили, вы потеряли каких-то мужчин? All? Why? All? All together? Была перестрелка. Недолговременная. Мы поняли, что мы с мирными людьми, и поэтому сразу же пошли на переговоры и сдались. Как вы были восприниманы, когда вы были в Капчу? Очень хорошо. Очень хорошо? Что значит? Мы поели хорошо, наконец-то, за многие дни. Поспали в тепле. In which language did you talk to the civilians? In Russian. На русском. Я попрошу коллег-журналістів вийти на вулицю. И когда мы подготовим пресс-центр до следующей пресс-конференции, я вас запрошу. Нам нужно проветрить место. И я вас запрошу трохи згодом. Я очень прошу, шановых коллег-журналістов, я прошу коллег-журналістов прямо сейчас вы.